Время новостей на канале Регион 29. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Вот некоторые темы нашего выпуска. Хорошо, когда детский сад есть. Плохо, когда он пустует. Непростая ситуация в Новодвинске получила продолжение на заседании областного собрания. Единое окно для поддержки бизнеса. Каков смысл новой структуры и что будет с уже существующими институтами развития? В Устьянах завершился чемпионат Северо-Запада по лыжным гонкам. Какое место на пьедестале почета заняла Архангельская область? Информация о том, что в аудитории СГМУ было разлито 4 килограмма ртути, не соответствует действительности. Новость фейковая. В Минуниверситете в принципе не хранится ртуть в таких объемах. Об этом сегодня заявил проректор по инфраструктурному развитию СГМУ Алексей Халезин. Напомним, 21 января при проведении ремонта в одной из аудиторий под полом рабочие заметили капли ртути. По предварительным оценкам объем найденного опасного металла не превышает 50-100 граммов. А 4 килограмма это вес строительного мусора, в котором собрали ртуть. Угрозы жизни и здоровья безусловно нет. Аудитории, которые находятся поблизости, этажом выше, этажом ниже, по соседству, они все обследования, все измерения показали, что все находится в норме. Сейчас в помещении аудитории проводятся работы по демеркуризации, то есть удалению остатков ртути. Завтра там проведут повторные замеры концентрации опасного металла. Бывший директор Красноборской школы получил 9 лет строгого режима за развращение учеников. Сергей Ананин признан виновным в совершении трех преступлений. Установлено, что в течение полугода с января по июнь 2018 он совершал в отношении пяти несовершеннолетних действия сексуального характера. 67-летний мужчина заманивал мальчиков к себе домой сладостями и деньгами. По решению суда бывший директор школы проведет в колонии строгого режима 8,5 лет. Закрывать нельзя оставить. Где поставить запятую в этом предложении решают в администрации Новодвинска. В городе Бумажников началось сокращение педагогов детских садов. Все говорит о том, что не за горами и закрытие учреждений дошкольного образования. Рождаемость падает, детей в Новодвинске становится меньше. Сегодня на проблему обсуждали в Архангельском областном собрании депутатов. Анна Рязанова продолжит. За столом переговоров собрались все заинтересованные. Только вот администрация Новодвинска, несмотря на приглашение, встречу проигнорировала. А ведь именно городу Бумажников придется решать свою проблему. В сфере дошкольного образования сократили уже 9 педагогов. Рождаемость в Новодвинске падает, садиков много, свободных мест в них почти 200. Ситуация складывается именно потому, что подушевое финансирование, детей не хватает, поэтому нет денег, поэтому будем сокращать и закрывать. Все, вот это конкретно пока то, что нам говорят. При этом финансирование сферы образования в Новодвинске в 2019-м увеличено на 22 миллиона рублей. Куча программ существует, не только по образованию, по системе образования других программ, по другим направлениям. К сожалению, наш эксперт в этом участвует слабо. Давайте откровенно говорить слабо. Когда приезжал губернатор к нам, он у нас сравнил с одним из районов, не буду тут называть каким, что этот район получает в разы больше финансирования, чем муниципальное образование города Новодвинск, который находится в 25 километрах от областного центра. По данным областного Минобра, в среднем укомплектованность групп в детских садах Новодвинска отвечает норме. Воспитатели уверяют, не везде. А ведь еще несколько лет назад на места в детсадах здесь была очередь, потому и построили в городе Бумажников новое образовательное учреждение. Надо было, наверное, сразу параллельно рассматривать вопрос о закрытии старого какого-то сада. И сразу весь сад коллективом перевести в новый сад. Я считаю, что это актуальная проблема, потому что у нас стоит на пороге вопрос с постройкой новой школы. Чтобы не оказалось так же, что у нас по три класса бегают на всю школу, а у нас зато большое количество школ в городе. Новодвинских педагогов, оставшихся без работы, готовы принять дошкольное учреждение Архангельска. Здесь есть вакансии. В целом в области сейчас работает 346 школ и 179 детских садов. О закрытии хотя бы одного из учреждений образования речи пока не идет, утверждают в региональном Минобре. Сейчас наоборот. Мы строим дополнительно и порядка 20 детских садов нам надо построить за два года. В этом году на сферу образования в регионе выделено финансирование в 22 миллиарда рублей. Это на миллиард двести больше, чем в 2018. Анна Рязанова, Александр Кузнецов, регион 29. Единое окно поддержки предпринимателей заработает уже в первом полугодии 2019-го. Проект объединит на одной площадке региональные институты развития, а также упростит доступ к федеральным. В региональном Минэкономразвитии уверены, наши бизнес-инкубатор, фонд микрофинансирования и корпорации развития сегодня неплохо выстроены, но территориально разбросаны и не увязаны в один комплекс. А вот по принципу единого окна все будет проще. Предприниматель пройдет регистрацию в специальной системе, которая обработает его запрос и направит непосредственному исполнителю. Я достаточно часто использую образ больницы. Задача такая, то есть приходит предприниматель, у которого что-то болит, у которого что-то нужно, приходит в этот центр и, собственно говоря, на входе его встречает терапевт, терапевты, спрашивает, что у вас болит, что у вас тревожит, на что вы жалуетесь. И дальше определяет, куда лучше предпринимателю подойти, где ему более глубоко по обозначенной теме подскажут, проконсультируют. У единого окна будет свой колл-центр и сайт, а вот под какой именно крышей найдут прописку помощники бизнеса, решается. Одним из вариантов эксперты называют здание морского речного вокзала, которое перешло в собственность области. В Устьянской Малиновке завершился чемпионат северо-запада по лыжным гонкам сборная по море на пьедестале почета. По итогам общекомандного зачета Архангельская область заняла на чемпионате второе место, уступив лидерство Санкт-Петербургу. В активе нашей сборной одна бронза, одну серебро и три золотых награды. Две из них у мастера спорта Алексея Шемякина. Он стал лучшим в классической гонке, а также на дистанции 15 километров свободным стилем. Ну, в принципе, моя дистанция 15-ка, коньком, моя любимая. Хотел себе доказать и показать высокий результат, что и получилось, поскольку много тренировался. Ну и спасибо тренеру за второе место лучшее. Добавлю, что по причине сильных морозов не состоялись спринт и эстафета. Впереди у спортсменов чемпионат России, который состоится на Малиновской лыжне в конце марта-начале апреля. Информационные итоги вторника в программе «Автограф дня» в 19 часов. Я не прощаюсь и жду вас. Впереди у нас все. Редактор Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...